Четвертая сарж, девятая глава. 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 Четвертая глава. Четвертая сарж, девятая глава. Четвертая 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 глава. Румянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуэй вошел в ворота, она сказала, мир ли замри ее и убийце государя своего. И поднял он лицо свое к окну и сказал, кто со мною, кто? И выглянули к нему два-три евнуха и сказала, выбросьте ее. И выбросили ее. И брызнула кровью на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуэй, и ел, и пил, и сказал, отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук. И возвратились и донесли ему. И сказал он, таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илья Фесситянина. Сказав, на поле израильском сидят псы, тело Изавели. И будет труп Изавели на участке израильском, как навоз на поле. Так что никто не скажет, это Изавель. Четвертая царств, глава десятая. У Ахава было 70 сыновей в Самарии. И написал ее письма, и послал в Самарию к начальникам израильским, старейшинам и воспитателям детей Ахавовых. Такого содержания. Когда придет это письмо к вам, то так как у вас и сыновья господина вашего, у вас же и коресницы, и икони, и укрепленный город, и оружие, выберите лучшего и достойнейшего из сыновей государя твоего, и посадите на престол отца его, и воюйте за дом государя своего. Они испугались чрезвычайно и сказали, вот, два царя не устояли перед ним, как же нам устоять? И послал начальствующий над домом царским и градоначальник, и старейшины, и воспитателей Киеву, и сказать, мы рабы твои, и что скажешь нам, то и сделаем. Мы никого не поставим царем, что угодно тебе, то и делай. И написал он к ним письмо во второй раз такое. Если вы мои, и слову моему повинуетесь, то возьмите голову сыновей государя своего, и придите ко мне завтра в это время в Израиль. Царских же сыновей было семьдесят человек, воспитывали их знатнейшие в городе. Когда пришли к ним письмо, они взяли царских сыновей и закололи их семьдесят человек, и положили головы их в корзины, и послали к нему в Израиль. И пришел постанно и донес ему. И сказал, принесли головы сыновей царских. И сказал он, разложите их на две груды у входа в ворота до утра. Поутру он вышел и сказал всему народу, вы невиновны. Вот я восстал против государя моего и умертвил его. А и всех, кто их всех убил. Знаете же теперь, что не падет на землю ни одно слово Господа, которое он изрек о доме Ахава. Господь сделал то, что изрек через раба своего Илью. И умертвил Июй всех оставшихся из дома Ахава в Израиле, и всех вельмож его, и ближних его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. И встал, и пошел, и пришел в Самарию. Находясь на пути при Беф-Экеде, пастушеском, встретил Июй братьев Ахозии, царя иудейского, и сказал, кто вы? Они сказали, мы братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни. И сказал он, возьмите их живых. И взяли их живых, и закололи их 42 человека при колодезе Беф-Экеде. И не осталось из них ни одного. И он поехал оттуда, и встретился с Иоаннадавом, сыном Рихавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположены твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу. И сказал Иоаннадав, да, если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал, поезжай со мной и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу. Прибыв в Самаре, он убил всех остававшихся у Ахава в Самаре, так что совсем истребил его по слову Господа, которое он изрек Ильи. И собрала Иоанн весь народ, и сказал им, Ахав мало служил Ваалу, и Иоанн будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, но не останется жив. Иоанн делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. И сказал Иоанн, назначьте праздничное собрание ради Ваала. И провозгласили собрание. И послал Иоанн по всему Израилю, и пришли все служители Ваала. Не оставалось ни одного человека, кто бы ни пришел. И вошли в дом Ваалов, и наполнился дом Ваалов от края до края. И сказал он хранителю одежд, принеси одежду для всех служителей Ваала. И он принес им одежду. И вошел Иоанн с Янадавом, сыном Рихавовым, в дом Ваалов, и сказал служителям Ваала, разведайте и разглядите, не находится ли у вас кто-нибудь из служителей Господних, так как здесь должны находиться только одни служители Ваала. И приступили они к совершению жертв и всесожжения. А Иоанн поставил вне дома восемьдесят человек и сказал, Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю вам в руки, будет вместо души спасшегося. Когда кончено было всесожжение, сказал Юис скороходам и начальникам, Пойдите, бейте их, чтобы ни один не ушел. И поразили их острием меча, и бросили их скороходы и начальники, и пошли в город, где было капище Ваалова, и вынесли статую капища Ваалова и сожгли их. И разбили статую Ваала, и разрушили капище Ваалова, и сделали из него место нечистот до сего дня. И истребил Иоанн и Ваала с земли израильской. Впрочем, от грехов и рвама сына Новатого, который вел Израиля в грех, от них не отступал Иоанн, от золотых тельцов, которые в Ефиле и которые в Дане. И сказал Господь Иоанн, за то, что ты охотно сделал, что было правильно в очах моих, выполнил над домом Махаумом все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сеять на престоле Израильевым. Но Иоанн не старался ходить в законе Господа Бога Израиля от всего сердца, он не отступал от грехов Иоанн, который ввел Израиля в грех. В те дни начал Господь отрезать счастье от израильтян и поражал их Азаил во всем пределе Израильском. На восток от Иордана всю землю Галаат, колено Гадова Рувимова Монастевы, начиная от Араеры, который при потоке Арнони, и Галаат, и Ивасан. Проще об Ииуи, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, написано в летописи царей израильских. И почил Ииуи с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воссорился Иохас, сын его, вместо него. Времени же царствования Ииуи его над Израилем в Самарии было двадцать восемь лет. Четвертая книга царств, глава одиннадцатая Гафолия, мать Ахози, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя. Но Иосовев, дочь царя Иорама, сестра Ахози, взяла Иоса, сына Ахози, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилица его, в постельную комнату, и скрыла его от Гафолии. И он не умерщлен. И был он с нею, скрываем в доме Господнем, шесть лет, между тем, как Гафолия царствовал над землею. Седьмой год послал Иодай, и взял сотников из телохранителей, из кароходов, и привел их к себе в дом Господний, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына. И дал им приказание, сказав, вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме. Третья часть у ворот сур, и третья часть у ворот сзади телохранителей. И содержите стражу дома, чтобы не было повреждения. И две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя. И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умерщлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит. И сделали сотники все, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих, приходящих в субботу и отходящих в субботу, и пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья из щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царские венец и украшения. И воцарили его, и помазали его, и рукоплескали, и восклицали. Да живет царь! И услышала Гавполия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень. И видит его, царь стоит на возвышении, по обычаю, и князья, и трубы подле царя. И весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гавполия одежды своей, и закричала, «Заговор! Заговор!» И дал приказание, и отдай священник сотникам, начальствующим над войском. И сказал им, «Выведите ее за ряды, а кто пойдет за ней, умершляйте мечом». Так, как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому, и умершлена там. И заключил я, дай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господнем, и между царем и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его изображения, и его совершенно разбили. И Матфана, жреца Ваалова, убили перед жертвенниками. И учредил священник наблюдение над дому Господнем. И взял сотников и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли. И проводили царя из дома Господней, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. Агафоли умертвили мечом в царском доме. Семи лет был Иоас, когда воцарился. Четвертая царь, глава двенадцатая. В седьмой годы Иои воцарился Иоас, и сорок лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодный в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай. Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах. И сказал Иоас священникам, все серебро посвящаемое, которое приносят в дом Господень, серебро от приходящих, серебро вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце, принести в дом Господень. Пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение. Но когда 23 года царя Иоаса священники не исправляли повреждения в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им, почему вы не исправляете повреждения в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, и на починку повреждений в храме отдайте его. И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. И взял священник Иодай один ящик, и взял отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и первосвященник, и завязывали в мешки и пересчитывали серебро, найденное в доме Господнем, и отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. А сии сдерживали его на плотников и строителей, работавших в доме Господнем. И на делатели стены, на каменотесов, также на покупку деревьев и тесаных камней для починки повреждений в доме Господнем, и на все, что расходовалось для поддержания храма. Но не сделано было для дома Господня серебряных блюд, ножей, чаш для окропления труб, всяких сосудов золотых и сосудов серебряных из серебра, приносимого в дом Господень. А производителям работ отдавали его и пощинивали им дом Господень. И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно. Серебро за жертву о преступлении, серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень. Священникам оно принадлежало. Тогда выступил в поход Азаил, царь сирийский, и пошел войной на Геф и взял его. И вознамерился Азаил идти на Иерусалим. Но Иоас, царь иудейский, взял все пожертвованные, что пожертвовали храму Иосафат, Иорам, Иохозе, отцы его, цари иудейские, и что он сам пожертвовал. И все золото, найденное в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послало Азаилу, царю сирийскому, и он отступил от Иерусалима. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И восстали слуги его, и составили заговор, и убили Иоаса в доме Милло на дороге к Силле. Его убили слуги его. Иоазакар, сын Шемеаты, Иогазават, сын Шамеры, и он умер, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Амася, сын его, вместо него. Четвертое царств, глава тринадцатая. В двадцать третий год Иоаса, сына Ахозина, царя иудейского, царился Иохас, сын Иеуя, над Израилем в Самаре, и царствовал семнадцать лет. И делал неугодные в очах Господних, и ходил в грехах Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, и не отставал от них. И возгорелся гнев Господа на Израиле, и он предавал их в руки Азаила, царя сирийской, и в руки Винодада, царя Азаилова, сына Азаилова, во все дни. И помолился Иохас лесу Господню, и услышал его Господь, потому что видел стеснение израильтян, как теснил их царь сирийский. И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки Сирии, и жили сыны Израиля в шатрах своих, как вчера и третьего дня. Однако ж не отступали от грехов дома Иеравама, который ввел Израиля в грех. Ходили в них, и Дубрава стояла в Самарии. У Иохаса оставалось войско, только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших. От того, что истребил их царь сирийский, обратил их в прах на попрание. Прочее об Иохасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его написано в летописи царей израильских. И почил Иохас с отцами своими, и похоронили его в Самарии. И воцарился Иоас, сын его, вместо него. В тридцать седьмой год Иоаса, царя иудейского, воцарился Иоас, сын Иохасов, над Израилем в Самарии. И царствовал шестнадцать лет, и делал неугодные в очах Господних. Не отставал от всех грехов Иоаса, сына Наватого, который вел Израиля в грех, но ходил в них. Прочее об Иоасе и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал с Самасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, а Иераваам сел на престоле его, и погребенный Иоас в Самарии с царями израильскими. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал, отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей, выстрели, и он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в офеке, в конец. И сказал Елисей, возьми стрелы. И он взял. И сказал царю Израильскому, бей по земле. И он ударил три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бить пять или шесть раз. Тогда ты побил бы Сирьян совершенно. А теперь только три раза поразишь Сирьян. И умер Елисей, и похоронили его. И полщища мавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полщище, погребавшее бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои. А заил царь Сирийский теснил израильстян во все дни Иохаза. Но Господь умилосердился над ними и помиловал их. И обратился к ним ради завета своего с Авраам Исаком Яковым. И не хотел истребить их. И не отверг их от лица своего до ныне. И умер Азаил царь Сирийский. И воссорился Винодад, сын его, вместо него. И взял назад Иас, сын Иохаза, из руки Винодада, сына Азаилы, города, которые он взял войной из руки его, отца Иохаза. Три раза разбил его Иас и возвратил города Израилева. Четвертое царство. Глава четырнадцатая. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердило старство в руке его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря, не должно быть наказываемой смертью отцы за детей. И дети не должны быть наказываемой смертью за отцов. Но каждый за свое преступление должен быть наказываемой смертью. Он поразил десять тысяч Идумиян на долине Соленой. И взял Селу войною и дал ей имя Иоакфеил, который остается до сегодня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сына Иохаза, сына Иеуева, сказать, «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас царь израильский к Амасии царю иудейскому сказать, «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане, же сказать, «Отдай дочь твою жену, сыну моему». «Но прошли дикие звери, что на Ливане, и стоптали этот терн. Ты поразил Идумиян и возгордело сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдешь ты, Иуда, с тобою». Но не послушался Амасия, и выступил Иоас царь израильский. И увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, весомиси, что в иудее разбиты были иудеи израильтянами и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя иудейского сына Иоасова, сына Иохозина, захватил Иоас царь израильский, весомиси. И пошел в Иерусалим и разрушил стену Иерусалимскую, от ворот Ефремов до ворот угольных, на четыреста локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочие об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасию, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самаре с царями израильскими. И воссорился Иераваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоаса, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоаса, царя израильского, пятнадцать лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме, с отцами своими, в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было шестнадцать лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде, после того, как царь почил с отцами своими. В пятнадцатый год Амасии, сын Иоаса, царя иудейского, воцарился Иераваам, сын Иоаса, царь израильский, в Самаре. И царствовал сорок один год. И делал он неугодные в очах господних, не отступал от всех грехов Иеравама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля, от входа в Ямав, до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которую он изрек через дроба своего Иону, сына Амафеина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить им израильтян из Поднебесной, и спас их рукой Иеравама, сына Иоаса. Прочие об Иераваме, обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Имаф, принадлежавшие Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеравам с отцами своими, царями израильскими. И воссорился Захария, сын его, вместо него. Глава пятнадцатая, четвертая книга царств. В двадцать седьмой год Иеравама, царя израильского, царил Сазария, сын Амаси, царь Иудейский. Шестнадцати лет был он, когда воцарился. Пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его и Холия из Иерусалима. Он делал угодные в очах Господних во всем, так как поступал Амаси, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей. И жил в отдельном доме. А Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочие об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских. И почил Азария с отцами своими, похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воссорился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Захария, сын Иеравама, над Израилем в Самаре, и царство шесть месяцев. Он делал неугодные в очах Господних, как делали отцы его. Не отставал от грехового Иеравама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составили против него заговор с селом, сын Иоафиса. И поразил его перед народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочие о Захарии написано в летописи царей Иудейских. Таково было слово Господа, которое он изрек Ию, и сказав, «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Селум, сын Иоафиса, воцарился в 39-й год Азария, сына Иудейского, царя. И царствовал один месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы. И пришел в Самарии, и поразил Селума, сына Иоафиса, в Самарии. И умертвил его, и воцарился вместо него. Прочие о Селуме и о заговоре его, которые он составил, написано в летописи царей Израильских. И поразил Минаим Типсах и всех, которые были в нем, и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот, и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азария, царя Иудейского, царился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодные в очах Господних, не отставал от грехов Иеравама, сына Наватого, который вел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь Ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу тысячу талантов серебра, чтобы рука его была за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь Ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. 50-й год Азария, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал два года. И делал неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеравама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факей, сын Рималии, сановник его, и поразил его в Самарии, в палате царского дома, с Аргоном и Арвием, имея с собой 50 человек, гелладитян. И умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. В 52-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факей, сын Рималии, над Израилем в Самарии, и царствовал двадцать лет, и делал он неугодное в очах Господних. Не отставало грехов Иеравама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. В одни Факея, царя Израильского, пришел Феглофалил Лассар, царя сирийский, и взял и он, Авел Беф Мааху, и Анох, и Кедес, и Ассор, и Галаат, и Галилею, всю землю Нефалимову, и переселил их в Астирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Рималиина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в двадцатый год Иоафама, сына Озиина. Прочие Факея и обо всем, что он сделал, написано в летописи царя Израильских. Во второй год Факея, сына Рималиина, царя Израильского, царился Иоафам, сын Озии, царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Иеруша, дочь Садока. Он делал угодные в очах Господних. Во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочие об Иоафаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя Сирийского, и Факея, сына Рималиина. И почил Иоафам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Четвертое царство, глава шестнадцатая. В семнадцатый год Факея, сына Рималиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. И не делал угодным в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских. И даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И совершал жертвы и курения на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Когда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Рималиина, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил в Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа. И думеяне вступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к Фиглафаласару, царю ассирийскому, сказать, раб твой и сын твой, я, приди и защити меня от руки царя ассирийского, от руки царя израильского, восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, которое нашлось в доме Господнем, в сокровищнице дома царской, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Фиглафаласару, сыну царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске. И послал царь Ахаз к Курии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил в священии Курия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска. И сделал так в священии Курия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь-жертвенник, и подошел царь к жертвеннику и принес на нем жертву. И сожег всесожжение свое и хлебное приношение, и совершил возлияние свое и окропил кровью мирной жертвы своей жертвенник. А медный жертвенник, который перед лицем Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку с его жертвенника на север. И дал приказание царя Хас священнику Урии, сказав, на большом жертвеннике сожигай утреннее всесожжение, и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжений, и всякую кровью жертв, окропляя его. А жертвенник медный останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия все так, как приказал ему Ахаз. И пошил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воссорился Езекия, сын его вместо него.